Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвиновского музея, в экспозиции Дарвиновского музея. И я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня я отвечу на вопрос, Даниил расскажет. Я бы хотела побольше узнать про щитней. Очень интересно было бы послушать про этих невероятных жителей весенних луж. Ну что ж, спасибо за отличный вопрос. Действительно, эти животные совершенно невероятные. Давайте же познакомимся с ними и узнаем о них побольше. Кто такие щитни? Щитни – это ракообразные. Ну, я уже говорила вам в видео, которое было посвящено ракам-богомолам, что ученые любят давать какие-то необычные, забавные названия. Мы говорили о ротоногих, теперь о жепроногих. Интересно, что же будет дальше. Щитни – это животные небольшого размера. Встречаются они действительно нередко во временных водоемах. Причем бывает так, что вот никого нет, и вдруг щитни появляются там в огромных количествах. И такая прям загадка, как же такое может происходить. Все это связано с их необычным образом жизни, с необычным циклом развития. Ну и надо сказать, что эти животные нередко называют живыми ископаемыми, потому что действительно они очень древние. И появились они еще на начале только эры динозавров. И с динозаврами длительное время сосуществовали. Но видите, динозавры вымерли, а щитни продолжают жить до сих пор. И если сравнить щитни, которые жили во времена Триаса, с современными щитними, то мы увидим удивительное сходство. Сходство настолько велико, что даже одно время думали, что это один и тот же вид. Вот щитинь летний, он живет сейчас, он довольно распространен в том числе и в нашей стране. И находят абсолютно таких же внешних щитней, которые жили в Триасе. Долгое время их тоже считали этим же видом, но впоследствии, когда провели генетический анализ современного летнего щитни, оказалось, что он появился только в кайнозое. Притом абсолютно всеми своими формами он невероятно похож на своего древнего родственника. То есть действительно форма, наверное, настолько удачная, и необычный образ жизни, что эти животные вполне себе процветают даже на протяжении стольких миллионов лет. Что же в них необычного? Ну, во-первых, давайте поговорим о названии. Почему они называются щитни? Потому что верхняя сторона спинная у них покрыта большим достаточно щитком. Но щитни это русское название, а вот, например, на английском языке они называются креветки-гловастики, потому что действительно они внешне напоминают по форме головастика. У головастика есть крупная голова и хвостик, но и здесь тело щитни тоже по форме напоминает тоже головастика. А вот латинское название этих животных — триапс. Триапс в переводе с латыни означает «трёхглазый». И действительно, помимо фасеточных глазах, которые расположены у них на передней части щитка, позади них расположен ещё один маленький глаз. Но это такой орган, который называют третьим глазом, на самом деле его функция не совсем до конца определена. Одни учёные считают, что это действительно орган светочувствительный, который, например, позволяет животным отличать цвет от тени. А другие считают, что этот орган выполняет функции хеморецепции и позволяет, например, определить химический состав воды, в которой эти животные обитают. Кроме того, если перевернуть щитня вверх брюшком и посмотреть, он устроен очень тоже необычно. У него на каждом сегменте есть ножки. Первые 10 сегментов — это грудные сегменты. На каждом из них есть по паре ножек. И на этих парах ножек есть выросты. Одни из этих выростов помогают продвижению, его перемещению в пространстве. Другие помогают подгрести пищевые частицы к рту. Третьи — это те самые жабры. Это лопасти, которые трансформировались в жабры, которые позволяют животному дышать. На одиннадцатой паре ножек находятся половые отверстия. И у самок на этой одиннадцатой паре ножек есть крупные лопасти, которые используются для того, чтобы вынашивать кладку яиц. Соответственно, дальше идут брюшные сегменты. И вот интересно, что на этих сегментах может быть разное количество ног, а на каждом сегменте от 4 до 6. Это не встречается больше у других ракообразных. Это уникальная особенность именно щитней. Поэтому у щитней может быть, несмотря на то, что животное маленькое, может быть, до 70 ножек. Вот такая вот необычная анатомия. Но у передней ножки крупнее, а по мере продвижения к заднему концу тела ножки становятся всё меньше и меньше, и на последних сегментах уже ножек нет. Но, пожалуй, самое удивительное в этих животных — это и способ размножения. Как я уже сказала, это животные пресноводные. Они обитают либо в постоянных неглубоких, небольших водоёмах, либо во временных водоёмах, ну, например, каких-то канавах, заполнившихся водой после ливня, или в лужах каких-то. И у них невероятно быстрый цикл развития. Взрослые животные достигают зрелости буквально за три недели. За три недели они уже становятся половозрелыми и способны дать новое потомство. Причём интересно, что популяции щитней могут состоять либо, например, из самцов и самок, либо из самок и гермафродитов, либо из гермафродитов и самцов. То есть возможны разные варианты. Яйца развиваются и в том случае, если они оплодотворены, и в том случае, если они не оплодотворены. Итак, самка делает кладку яиц, она носит её на своём одиннадцатом сегменте, на специальных лопастях, которые для этого служат. И постепенно яйца созревают, в них происходит развитие личинок, и когда личинка уже достаточно развита, образуется циста. То есть яйцо покрывается, но уже это не яйцо, оно содержит уже довольно развитого эмбриона, покрывается сверху твёрдой оболочкой, и самка откладывает эти яйца либо прям целым таким коконом, зарывая их в грунт, либо просто она их высеивает на субстрат, на дне. А дальше что произойдёт? Дальше, скорее всего, водоём, если это временный водоём, он пересохнет. Но это совершенно для щитни не страшно. Щитни — невероятно живучие существа. Вероятно, именно эта особенность позволила им надолго пережить динозавров. Вот эти вот цисты, они длительное время могут находиться в неблагоприятных условиях, без всякого развития, но при этом они остаются жизнеспособными. Они могут пролежать в земле от семи до девяти лет, и потом, в случае, если настанут благоприятные условия, они начинают развиваться. Что за благоприятные условия необходимо ищить для развития? Ну, во-первых, необходимо, чтобы была вода. Во-вторых, необходимо, безусловно, чтобы вода была тёплая и температура где-то от 15 до 25 градусов. Кроме того, нужно, чтобы был солнечный свет. И нужно, чтобы, скорее всего, эта вода была определённого химического состава. Ну, например, хорошо подходит талая или дождевая вода. Ну и ещё важен, конечно, химический состав, потому что в воде не должно быть экскрементов каких-то крупных хищников, которые могут представлять защитную угрозу. И вот если все обстоятельства сложились, то из цист довольно быстро, в течение буквально суток, вылупляются личинки. Личинки маленькие, они размером всего-навсего пол миллиметра, но они невероятно быстро растут. Питаются щитни практически всем, что могут найти. Они могут питаться различными мелкими микроскопическими водорослями, они могут питаться детритом на дне водоёма. И постепенно подрастая, они начинают питаться всё более крупными размерами, переходят на различных беспозвоночных мелких. И крупные щитни могут уже даже нападать на мальков рыб или на головастиков. Рост их такой быстрый, это просто выглядит, как какое-то чудо. То есть вот они вылупились полмиллиметра. Представьте, через три недели они достигли длины уже 10 сантиметров. Это фантастика просто какая-то. Быстро растут, быстро развиваются, но жизнь их довольно коротка. Живут щитни всего-навсего около 90 дней. Через 90 дней вся популяция щитни погибает, соответственно, остаются только их цисты, которые впоследствии тоже могут возродиться к жизни. И соответственно, вот когда это происходит, когда наступают новые благоприятные условия, то не все цисты пробуждаются к жизни сразу. Примерно половина цист активируется, из них вылупляются личинки и начинают расти, а половина пока остается в спящем таком состоянии. И это тоже очень важное приспособление, потому что бывает так, что щитни не успели достичь взрослого возраста, чтобы приступить к размножению, а водоем пересох. Но на этот случай есть вторая половина цист, которая не активировалась сразу и которая может начать расти уже когда условия станут более какими-то постоянными, благоприятные условия. То есть вот такие совершенно удивительные адаптации позволяют щитни довольно длительное время выжидать, когда же настанет тот момент, когда они смогут появиться на свет, очень быстро вырасти, очень быстро размножиться и заселить какой-то водоем. Щитни настолько удивительные создания, что их нередко разводят в аквариумах. Продаются цисты этих животных, они продаются вместе с грунтом, и их достаточно только поместить в воду подходящую, над водой поставить какой-то источник света, и потом вы можете с изумлением наблюдать, какие метаморфозы происходят с этими животными. Да, кстати, я забыла сказать, что за время роста, представляете, рост очень стремительный, очень быстрый, щитни успевают перелинять до 40 раз, и это все в течение трех недель. Так что действительно совершенно удивительные существа, и спасибо Даниилу за то, что он задал такой прекрасный вопрос, и у нас появилась возможность об этих животных рассказать. Ну что ж, пожалуй, на этом все. Пишите свои новые вопросы, спрашивайте о животных, которые кажутся вам необычными и интересными, и мы всегда рады вас видеть в нашем музее. Приходите, у нас тоже есть на что посмотреть. Всем пока!